Лубоко уважаемые коллеги, мы за последние 15-20-25 лет уже говорили о проблеме анемии в онкологии достаточно много. Мы знаем из результатов исследования о том, что 30% больных на момент диагноза рака имеют снижение уровня гемоглобина ниже нормы, и еще 30% становятся анемичными на протяжении 6 месяцев. Наблюдение во многом за счет нашего терапевтического воздействия, химиотерапии, радиотерапии, оперативного воздействия и так далее. Но если мы говорим о пожилых пациентах, было бы неплохо знать сам фон, на котором люди подошли к своему опухолевому заболеванию. То есть, какова частота снижения уровня в широкой популяции. Этому посвящено целый ряд исследований, которые говорят о том, что, с одной стороны, анемия – это частая проблема у пациентов старше 65 лет, и чем старше пациент становится, тем эта проблема становится более выраженной. При этом, даже если это анемия у пациента без опухолевого заболевания, это ненормальное состояние, потому что снижение уровня гемоглобина менее 130 грамм на литр у мужчин, 120 грамм на литр у женщин – негативный фактор прогноза с точки зрения летальности от сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных функций, риска падения и переломов. И мы не забываем о своей основной специальности. Очень часто это первый предвестник недиагностированной опухоли. Анемия чиста. Что наша система по воспроизводству эритроцитов страдает и слаба? Вы можете посмотреть на произведение Марка Квина, одного из достаточно известных современных скульпторов и художников. Автопортрет, сделанный из 5 литров крови, собранных Марком Квинном приблизительно за 4,5 месяца. В течение нашей жизни мы делаем клеток крови около 1 тонны. То есть это одна из самых регенеративно сильных тканей организма. Вопрос в том, как это регулируется, что лежит в основе этих проблем, приводящих в конечном итоге к аномизации. И этих причин много. Если взять популяцию в целом, не касаясь онкологического заболевания, то на первом месте стоят нутритивные проблемы. Это железо, витамины, это длительное воспаление, это проблемы почек, эндокринопатии. И last but not least это все чаще и чаще устанавливаем диагноз мелодиспластического синдрома. Как мы можем постараться вычленить ту аномию, которая к онкологии не имеет отношения, и как мы ее должны лечить? На первом этапе мы, конечно, должны тщательно выспросить нашего пациента и выявить факторы имевшего место или оккультного кровотечения соответствующим рискам постгеморрагической аномии, поговорить о характере питания, приеме алкоголя, риску интоксикации, а на втором этапе сделать очень простое исследование. Мы должны проверить три показателя. Показатель номер один – это ретикулоциты, больше 2%, меньше 2%. Показатель номер два – это размеры эритроцитов, микроциты, нормоциты или макроциты. И в идеале насыщение железа этими клетками – гипохромность или гиперхромность или нормохромность. В зависимости от этого, даже с помощью такого простейшего исследования мы уже можем многое. В частности, микрохромная, гипохромная, микроцитарная аномия – это одна из трех наиболее частных проблем. Причем номер один – это, безусловно, дефицит железа. В настоящий момент на земном шаре почти каждый третий человек испытывает тот или иной дефицит железа. Причем, если нормальная картина крови, даже и эта картинка, которую я сейчас показываю, и картинка, которая будет следующая, не имеет уровня снижения гемоглобина, допустим, это 120 грамм на литр, и это 120 грамм на литр, то клетки, как вы видите, очень сильно отличаются. И это мы можем на ранних этапах с помощью современных сортеров увидеть. Что мы должны делать с человеком, у которого мало железа? Да дать ему железо просто-напросто и все. Проблема перорального железа заключается в том, что его переносимость у 10-30% не идеальна. Поэтому есть один из подходов, когда мы начинаем тетровать с одной трети дозы от действующей, с постепенным повышением до того момента, когда больной перестает толерировать, и поддерживая эту дозу максимально долго, потому что лечение железом – это длительный процесс. Вторая проблема с железом – это то, что мы должны контролировать его эффект. Самым ранним признаком – это появление ретикулоцитов на седьмой день от начала лечения. Если мы видим их в достаточном количестве, мы молодцы, нам нужно держать так. Но в ряде случаев это не происходит. И здесь среди возможных причин несколько. Это плохая приверженность к терапии, это ошибочность диагноза, в частности, это седробластная аномия, и это, к сожалению, целый ряд ситуаций, куда относятся и опухолевые заболевания, поражение почек. В этом случае железо парентерально – единственная возможность изменить ситуацию к лучшему, но об этом поговорим чуть позже. Макроцитарная аномия. Здесь на первом месте дефицит B12 и фалатов, на втором – заболевание печени, прием алкоголя, и не забываем, что очень многие цитостатики вызывают макроцитарную аномию. Дефицит B12 – это ситуация, которая при тщательном опросе позволяет нам вычленить как отдельную группу. Почему? Потому что здесь и цитопенический синдром, аномизация, в глубоких случаях дефицита дополнительные тромбоцитопения сопровождаются с неврологическим дефектом. Это не обязательно спинальные проблемы, это может быть просто нарушение чувствительности, покалывание в кончиках языка и покалывание в кончиках пальцев, об этом необходимо помнить. Вот так выглядит картина крови. Это не просто макроциты, но и овалоциты, и гиперсегментация ядра нейтрофилов. Все это делается достаточно просто, не требует специальной аппаратуры. Задумавшись о дефиците B12, мы должны вспомнить, о как, собственно говоря, B12 попадает в наш организм. Мы не в состоянии его синтезировать, мы берем его от животных, употребляя животный белок. И он приходит в комплексе с животным белком. Поэтому на первом этапе он должен расщепиться с помощью соляной кислоты и ферментов желудка. На втором расщепленный должен снова соединиться с фактором внутренним для его защиты, попадая в кишечник, и затем отсюда попадая в кровь. Таким образом, любые проблемы на этих этапах могут вызвать дефицит B12. Первое – это просто удаление желудка. Таким образом, мы лишены всех этапов первоначального и расщепления, и соединения с внутренним фактором. Второе – идиопатические аутоиммуны, чаще возникающие у женщин в возрасте 55-60 лет, и связано с тем, что выходная часть желудка повреждается на иммунологической реакции, что препятствует вот этому продукцию, вот этого защитного фактора. Питание – веганы, но достаточно редко, и повышенное потребление – сейчас не частая причина, а в добрые старые времена широкий лентец и тому подобное вызывали B12-дефицитную анемию. Лечение – подкожное, внутримышечное, введение B12. И, к сожалению, мы должны сказать, что это, так сказать, лечение не всегда так уж просто для наших пациентов, я совершенно случайно столкнулся вот с таким мнением, что эти уколы чрезвычайно болезненны. И сейчас нередко используют пероральную форму. Мы привыкли к тому, что пероральная форма неэффективна, но крупная доза препарата в виде жевательных таблеток, которые под языком рассасывают, позволяет заменить вот эти множественные уколы. Следующая группа – дефицит фалатов. Обычная ситуация, редчайшая в обычной популяции, только асоциальные элементы с тяжелым алкоголизмом реально имеют нутритивную причину. Часто причины другие – это заболевание кишечника, глютеновая болезнь, некоторые виды рака кишки и проблемы с почками. Лечение пероральное. Да, и надо не забывать, что прием некоторых препаратов вызывает дефицит фалатов, потому что речь идет о препаратах, блокирующих синтез фолиевой кислоты, в частности, это бисептол и метатриксат. И в этом случае мы даем терапию просто большим количеством фалатов перорально, но это совершенно дело не всегда можно с таблеточками. Можно вспомнить о том, что есть целый ряд пищевых продуктов, очень богатой фолиевой кислотой. Здесь на первом этапе стоят листовая зелень и цитрусовую. Мелодиспластический синдром. Все чаще и чаще мы ставим этот диагноз, потому что критерии диагноза расширяются. По некоторым данным, до 5% пациентов старше 80 лет страдают этой проблемой. Суть ее заключается в какой-то первоначальной драйверной мутации ранней стволовой клетки крови, на которую навешиваются так называемые пассажирские мутации, все больше и больше затрудняющие созревание нормальных клеток. Одним из простых методов диагностики является тщательный анализ клеток крови, периферической крови и наличие вот таких пельгероидных форм нейтрофилов. Бывает не всегда золотой стандарт трепан-биопсия костного мозга. Об этом необходимо помнить. Что важно? С тем, что основные проблемы рефрактерной анемии лечатся либо назначением эритропоэтинов, либо ленолидомидом, если речь идет о цитогенетической проблеме с 5К-. Но это только 5% всех пациентов с мелодиспластической синдром. Онкология. Наша вводчина. Да, до 60-70% анемичнее. Мы знаем о том, что анемия – это плохо по целому ряду параметров, не будем повторяться. Мы знаем, что перелить кровь непросто. Здесь и иммунологические реакции, и инфекции, которые мы сегодня не тестируем. В частности, любой человек, который побывал на территории Соединенного Королевства, не может быть донором Швейцарии, не может быть донором в Соединенных Штатах Америка. Это риск болезни Крейсфолда-Якобса, которая передается зараженной говядиной. Таким образом, мы, в общем-то, тестируем только верхушку айсберга в отношении риска гемотрансмиссивных инфекций. Но и самое главное, мы не достигаем длительного эффекта. И вот тут мы опять вспоминаем Марка Квина с его кровяной головой и говорим, а как нам костный мозг заставит работать получше. И мы знаем, что это мы открыли еще 30 лет назад. Мы пробуем давать эритропоэтин, и у 60-70% онкологических эритропоэтин срабатывает и неплохо. Мы знаем, что по множественным исследованиям это снижает необходимость заместительной гемотрансфузии на 30-40-50%. Но мы также знаем, что есть формы эритропоэтина очень удобные, которые можно вводить редко. при определенной осторожности. С чем она связана? С тем, что до сих пор у нас нет четкой информации о том, что наличие на опухолевых клетках рецепторов эритропоэтину не предохраняет их от воздействия цитостатиков. Поэтому мы, рассматривая вот эти негативные результаты и метаанализ негативных результатов, ретроспективных, должны принимать во внимание при достижении FDA 10-летней давности о том, что применение эритропоэтинов целесообразно только в минимальных дозах и только на период проведения химиотерапии. С другой стороны, если мы действуем в рамках закона, то назначение эритропоэтина, это в данном случае исследование Дарбопоэтин против трансфузий у пациентов с диффузной б-крупноклеточной лимфомой на фоне химиотерапии, не только не снижает безрецидивную выживаемость, верхняя кривая – это эритропоэтин, но имеет даже тенденцию к улучшению общей выживаемости. Таким образом, мы можем, это российские рекомендации, давать рекомендацию по использованию эритропоэтина для коррекции анемио-онкологических больных, и здесь эритропоэтин альфа используется 150 единиц 3 раза в неделю, 40 тысяч 1 раз в неделю, Дарбопоэтин 1 раз в 3 недели. Точнее, в реальной клинической практике мы помним, что 10 тысяч мы используем 3 раза в неделю, 40 тысяч 1 раз в неделю, и это работает неплохо. Но мы стали сталкиваться с довольно странной проблемой. Мы же закупаем лекарственные препараты не по торговому наименованию, а по генерическому. И у нас пациент, который шел себе спокойненько на 10 тысяч 3 раза в неделю, имел гемоглобин 120-125, переходят, закупили другой препарат. Те же самые 10 тысяч 3 раза в неделю, а гемоглобин бухнулся на 90. Снова приходят старые препараты, снова мы возвращаемся к этой проблеме. Мы, в общем, долго думали, что делать, пока не выяснилось, что есть очень интересный момент. Пациент, какая-то из компаний вышла на такую остроумную форму, они сделали 12 тысяч единиц во флаконе. И когда мы пересчитали на 150, выяснилось, что на самом-то деле очень многие пациенты, если им вводить запланированную дозу, просто немножко недополучают. И это очень удобная форма для клинической практики. И она позволяет очень мягко поддерживать без превышения тут уровень гемоглобина, не превышая потенциально опасную границу. Но тоже срабатывает не у всех. Поэтому очень важно иметь в виду то, что у многих пациентов, помимо нарушения продукции ретроцитов в костном мозге, есть дефицит железа. Целый ряд опухолей имеет дефицит железа. Мы пробовали давать этим пациентам железо перорально совместно с эритропоэтинами. Это просто эритропоэтин, это эритропоэтин с пероральным железом. Как видим, эффекта нет. С тех пор мы опять же разобрались в этой проблеме и поняли, что пероральное железо в случае длительного воспаления, заболеваний почек и опухоли не может всосаться в кишечнике. Единственный путь преодолеть эту проблему это вводить железо внутривенно. Поэтому продолжение трайла Ауэрбаха, когда не срабатывает пероральное, прекрасно срабатывает внутривенно. И сейчас вопрос чисто практический, какие препараты железа у нас есть, как их нам назначать. И мы встречаемся с проблемой. Есть железо, которое можно давать в высокой дозе, но капать надо долго. Есть железо, которое можно капать быстро, но в маленькой дозе. И третья группа препаратов железа, которые можно капать в большой дозе и быстро. В чем различие с практической точки зрения? Различие очень простое. Оказывается, защищенные препараты железа, которые можно вводить в большой дозе, это железо Декстран, имеют одно негативное последствие своего назначения. Высокий риск иммунологических реакций и, к сожалению, частично фатальный. С другой стороны, есть сахарат железа, который лишен этого напрочь. И у нас есть в том числе и эти препараты отечественные. Мы можем препарат сахарат железа использовать. Минус использование железа сахарата, то, что в высокой дозе этот препарат, если мы его сразу будем капать, в высокой дозе может повреждать многие внутренние органы, печень, сердце и так далее. Напротив, медленно действующие препараты, которые имеют упакованные, закрытые снаружи атомы железа, можно вводить в высокой дозировке. Речь идет о замене вот этой оболочки. Если мы поменяем Декстран железа на карбоксе мальтазат, то мы резко снижаем риск иммунологических реакций. Поэтому использование такой молекулы, близкой к природному ферритину, приводит к тому, что эта группа препаратов является наименее токсичной. И поэтому, опять же, исходя из российских рекомендаций, если мы хотим использовать Декстран железа, мы обязательно должны пользоваться пробной дозой и, как говорят американцы, иметь за стеной одного-двух реаниматологов. Сахарат железа можем вводить достаточно быстро, но доза должна быть небольшая. Карбоксе мальтазат железа, высокая доза, можем вводить быстро. Это удобно. И вопрос, а можем ли мы вообще не вводить эритропоэтин? Тоже вопрос открытый. Но в некоторых исследованиях предоперационное назначение монотерапии железа без даже добавления эритропоэтина существенно снижало риск послеоперационных заместительных гемотрансфузий. Последнее направление лечения анемии у онкологических пациентов с помощью работы с костным мозгом направлено не на стимуляцию костного мозга, а на снятие тормозящих воздействий. Почему длительное воспаление, почему опухоль, почему заболевание почек тормозит работу костного мозга? Делается это опосредованно. За счет легандов такого негативно действующего стимулятора, как трансформирующий фактор роста бета, но эти леганды можно улавливать с помощью моноклональных антител. Эти моноклональные антитела уже получены в эксперименте и при их назначении пациентам, например, с милодиспластическим синдромом или с заболеванием анемии хронического воспаления приводило к растормаживанию костного мозга. В реальной клинической практике пациенты с МДС показали очень неплохой результат. И здесь была снята необходимость заместительных гемотрансфузий у 80% пациентов без добавления эритропоэтина, без добавления препарата железа. Все это, как уже было сказано, может поддерживать качество жизни, несмотря на сложности. Спасибо большое.